Объем грузоперевозок через порт Корых в прошлом месяце достиг рекордных показателей, то есть в три раза больше, чем в апреле прошлого года. В дальнейшем планируется увеличение грузовых перевозок через порт с эффективным использованием транспортно-логической инфраструктуры Казахстана. С этой целью на конференции для участников Международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия были презентованы возможности порта Корых. Роль Международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия возрастает в связи со сложившейся геополитической ситуацией. Порт Казахстана является основной частью этого коридора и позволяет осуществлять перевозки грузов в другие страны через Каспийское море. Именно поэтому международное сообщество сейчас интересуется портом Курык. На встрече обсуждались такие вопросы, как упрощение процедур пересечения границ, сокращение времени транспортировок. Через порт Курык для наших перевозчиков немножко высокая стоимость. Поэтому мы хотели поговорить, насколько можно сделать скидки, допустим, для перевозчиков в Центральной Азии, чтобы весь наш поток транзитных грузов пошел через Каспий. То есть вот цель в основном поездки в этом для того, чтобы наладить оптимальный транзит с выходом на Европу. В текущем году по водному коридору через порт Курык планируется перевезти порядка 19 тысяч автомобилей. В прошлом году этот показатель составлял всего 16 тысяч авто. Паромный комплекс способен принимать и пропускать до 30 тысяч машин в год. Из-за такой геополитической ситуации в этот коридор сейчас движется много автомобилей. Но, например, из-за низкой пропускной способности на контрольно-пропускном пункте между Грузией и Турцией стоят несколько сотен машин. Цель этой встречи – как можно скорее принять меры по этим автомобилям. Следующие встречи состоятся в Баку и Тпилиси. Будут рассмотрены механизмы оптимизации работы пунктов пропуска на границах Азербайджана, Грузии и Турции. Айжан Сабитхаза, Дюльбай Нурбай, Служба новостей.